И так, Владимир, переходим к следующей ронии. Это руна Ер. Ну, получается, если дословный перевод, это след. Это руна, и что означает Ерых. Ерых – это всего-навсего образ предков. Ер, вот мы говорили, наследие, след, Ех – род. То есть наследие рода. Ех – это как бы… А связь этой руны древнекитайским иерографом многие ученые объясняют только с тем, что генетическая связь хунами и гунами. Наш народ входил в это объединение. Смотрите, если мы с вами смотрели предыдущий иероглиф, он просто был так, да, соответственно, потом он перешел в букву И современную, то здесь получается, если с этим сравнивать, то по-большому так же получается знак, и сверху так же, как и у И, появляется сверху галочка. Или нет? Этот вопрос насчет Е остается открытым. Давайте будем вместе изучать. Спасибо. 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 Спасибо.